От Луки, 19 глава, 1 стиха. И потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него, и вот некто именем Захи. Захи, да, ну сейчас, секундочку, это не то, это технологии, lost, I'm lost, это да, смешно мне, потому что название этого проповеди называется pattern, и вот, вот, вот я, вот я, search, иллюстрации, да, вот, опять, от Луки, или Матфея, Луки, 15 глава, вот, да, близнецы они, терпите это, блуждающего человека здесь, потерянного. Луки, 15 глава, так, начинается, приближились к нему все мытари, грешники, и слушать его, амин, 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 амин. Вот мы и сегодня. Фарисеи же и книжники роптали, вот они напротив нас, говоря, он принимает грешников и ест с ними, амин, 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 амин. Он кушает со мной каждый день, слава Богу. И он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея со сту, овец и потери в одну из них, не оставит девяносто девяти пустыни, не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а насчет возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей, соседей и скажет им, порадуйте со мною, я нашел мою пропавшую. Овцу, сказываю вам, что так на небеса более радостной будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхам, если потеряет одну драхму. Мы уже потеряли драхи, потому что никто не понимает, что это за драха. Все десять мы уже потеряли, и все драхи. Драхони, драхи. Если потеряет одну драхму, я не сожжет свечи, не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет, а насчет чисто зовет подруги, соседок и скажет, порадуйте со мною, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов божьих и об одном грешнике, кающемся. Еще скажу, еще сказал, и это последнее не прочитаю, но еще сказал, у некоторого человека было два сына. И здесь, здесь, в этой главе, есть четыре штуки, четыре вещи, которые потеряны. Есть этот монет, есть этот овец и есть два сына. Почему два? Ну, потому что было два, которые не было правильно, в конце концов. И иногда мы потеряем вещи, и мы потеряем важные вещи, чем важнее, чем чаще мы потеряем. И чем важнее, и это особенно, если это какой-то срок, если тебе надо уйти, и спроси София Павловна, сколько раз она потеряет ключи, ключи ее, чуть она старше, чем нас. Она уже потеряла ключи больше, чем я нашел мои ключи из дома. Потеряла больше, чем я ушел из дома, наверное. Столько много она потеряла. Но если портмоне, ключи, я был в аэропорту, я думал, где мой портмоне? Или это маленький штук, как это называется? Кошелек. Я называл его портмоне. Они сказали, я думал, я был в ужасе. Где мой портмоне? Надо уйти сейчас, уехать сейчас на самолете. И был в кармане. Кошелек. Кошелек был в кармане. Ну, это фрустрирует человека, когда потеряешь что-то. И, конечно, ты не знаешь, если ты потерял что-то, пока тебе не надо. Это вещь. То есть, может быть, ты потерял что-то уже пять лет назад. Но не знаешь об этом, пока тебе не надо. И это хороший урок. Человек не знает, что он потерял Иисуса, пока он не чувствует, что ему надо Иисус. Но потеря. И этот человек, этот первый человек, который помолвился. Господь, помоги этот вечер этого бедного проповедника здесь сегодня, Господь. И эти люди, которые им беднее, надо слышать меня. И Господь, открой слово к нам сегодня вечер. Этот promise, книга Псалтира, 127 глава, обещание, что ты сказал, что призыв, открой чудеса, нет, слово Твое, чтобы мы можем видеть чудеса от слов Твоих. И я спрошу это сегодня вечером. И спрошу это в имя Иисуса Христа. Аминь. Он потерял, он потерял овца, овцу. Он потерял овцу. И что он сделал? Он искал этого, или эту, эту, эту овцу. И, конечно, он был хороший пастырь. И он не просто оставил 99 овцу одни, одни, да? Одни. Одних. Он не оставил их одних. То есть, хороший пастырь, да? Он потерял одну овцу и сказал, ну, вы их сами держите здесь, а я иду за это одну. Он вернул бы без 15. Он бы потерял, наверное, еще 15, если он оставил их одних. Но он был хороший, он был хороший пастырь. И этот человек, он не был работник или hireling? Как? Наемник. Он не был наемник. Здесь был настоящий хозяин. Наемник бы сказал, что 1% что это, 1%, ничего не страшного. Наемник говорит, что пусть будет еще 5%. Еще 10% тогда я буду начинать переживать. Но 1% меня не беспокоит. Но пастырь, он любит тебя. Если ты уйдешь от него, это беспокоит его. Пока ты, хотя ты и маленькая овца. Беспокоит его. И пока, когда встал ночью, он считал всех, но Богу не надо считать, он сразу знает, где ты и куда ты. Но когда ночью встал, он считал и замечал, что не, 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 что-то здесь не то. И опять он пересчитал и начал переживать. Начал переживать. И он опять прочитал. И он спросил его помощника. Считаем все. И да, один, одну, одна ушла. И овца важна в образности. Овца это хороший образ, по-другому скажу. Ну и овца, я не знаю, я редко был с овцами, только на зоопарке. И поэтому, если я работал с ними, я бы сказал, что я ненавижу овцу. Я достаточно жил на, не жил, но работал на ферме. И даже, да, наоборот, мне не беспокоит этот запах коров и кака. Потому что это все, что они делают. И бизнес ферм, и самое главное, что они собирают это в одном месте. И это, в принципе, это все, что они делают. И это, в конце концов, я достаточно там работал. И есть хорошая история, смешная, вообще смешная история об этом, не буду сказать вам. Просто насмехайтесь на мной, потому что шутка была обо мне. Но не беспокоит меня этот запах, но овца. Овца пообразно, может быть, в настоящем деле по-другому, но пообразно, овца, это чистая. Pure and clean, это одно и то же, наверное. Чистая, беспорочная. Беспорочная, да? И в Писании Иисус называл сам это овца. Почему? Потому что овца это заместительная. Он умер вместо тебя. Овец, овца, чистая овца, безгреховная, лежал там на кресте. И отца, как Авраам Исаак, овца, овец. Вау, отец. Тату, вот, тату взял сына его и убил его. Почему? Потому что он ненавидел сына? Нет, он убил своего сына, но он просто, это заместительная, он любит тебя тоже. И поэтому он взял свою жизнь и отложил это. Почему? Овца. Овца любит тебя, любит меня, он умер вместо нас. И когда ты потеряешь, я хочу, о все эти вещи, я хочу сказать, спросить два вопроса, что ты потерял и как приобрести это обратно. И когда этот пастыр, когда он потерял одну овцу, что он потерял, это прообразно, что он потерял чистость. Он потерял его святость, он потерял его отношение с Господом, он потерял беспорочности, потерял его свидетельство. И есть, конечно, много об этом, что если ты потеряешь что-то, ну, жизнь просто делает людей твердыми. Человек не может жить, чтобы не стал твердым, чтобы не был разочарованным, чтобы не был в депрессии. Человек не может жить без этой чувства. Почему? Просто жизнь такая. Жизнь расстроенная против тебя. Если ты живешь, тогда ты знаешь о смерти, или ты был рядом с смертью. Если ты живешь, если ты жил немало времени, тогда ты знаешь разочарование. И ты знаешь, что это значит потерять что-то. Ты просто, это жизнь. Жизнь делает нам депрессией, строит нас в депрессии. И этот пастыр, он потерял одну овцу. И что еще, что... Что еще не было что-то? Я потерял его уже тоже. Но он потерял его. А, вот, хотел сказать, что если ты потеряешь что-то, иногда ты не можешь принимать или приобрести его обратно. Но эта овца, он мог принимать ее обратно к нему. Как он получил эту овцу обратно? Что он сделал, чтобы получать эту овцу? Он искал эту овцу со всем сердцем. Его. Он искал его, когда уже был ночью, или пусть будет дождь, или снег, строил самую плохую картину в своем мнении. И так и был. Это пастыр искал эту овцу. И Псалом, 118 глава, говорит несколько стихов здесь. И говорит обо нас, что всем сердцем, ищущим его... Ищу, ищу, ищу его. Это второй стих, десятый стих. Всем сердцем моим ищу тебя. 58 стих молился. Я тебе всем сердцем помилуй меня по слову твоему. И еще в 69 стихе Псалом, 118, что я же всем сердцем буду хранить повеления твои. И 145 стих взываю всем сердцем моим. То есть это, что этот пастыр сделал. Да, он потерял его чистость, и его свидетельство, и он потерял его ангсту. Но в этом было тяжело, не получилось сразу. Но, в конце концов, он трудился всем сердцем, и он получил обратно его свидетельство. Он получил обратно его святость, его чистость. И я хочу сказать, что Слово Божие непонятно человеку, если человек не ищет Слово Божие всем сердцем. Человек не может быть... Part-time. Не переводится, наверное. Worker. Part-time. Неполновременный. Неполновременный студент Библии. Чтобы понимать Библию. Если хочешь, тогда тебе надо искать всем сердцем. И если есть время, чтобы искать новости, если есть время делать... Да, смотреть телевизор и так далее, тогда есть время, чтобы читать Библию, чтобы искать его святости, его истину опять. И когда ищешь что-то, которое святое, которое чистое, которое мило... Милостивый. Милый. Милостивый. Милостивый. Тогда надо сделать это всем сердцем. Почему? Потому что дьявол с самого начала, все, что он хочет, это чтобы ты был как он. С самого начала, он хочет, чтобы ты потерял твою чистость. И как раз Бог спас тебя, Он дал тебе овца. Как раз мы спасем, Он сделал нас чадными Божьими, и Он сделал тебе овец или овца. То есть у тебя есть в зрении Его, в точке зрения Его, у тебя есть святость и чистота. И может быть на пути ты потерял этот святость. Я знаю, что я в моем взгладе. Я не очень хороший, чистый человек. Но с точки зрения Бога, Он видит тебя уже по-другому. Я не понимаю. Я тоже видел этот стик, который пастор Кристофор цитировал сегодня утром, что скажет, что он об Израиле сказал, что это моя девница. И я читал в другом месте Висайя, когда этот Асирец стал против него, и они сказали, что отдай твой город, Иерусалим, и я здесь, убит вас. И Иезекайя, он верил в Бога, он верил в Господа. И Иезекайя, он был, конечно, не всегда правильным, не всегда злом. И у него был сын и отец, который был и то, и другое. То есть, было уже достаточно времени, они уже отошел от Господа. Много. Но Бог сказал к царю Сирианскому, Сири, что вот ты называешь, или ты напротив Израила, и это моя чистая девца. И как Бог видит так нас, что хотя мы все порочные, но Бог видит тебя, как чистая девца. И сегодня, сегодня просто тяжелое время жить. И я не знаю, как у вас, но знаю, что мои замка дома закрыты, когда мы уйдем от дома. Когда будем уехать на времени. Все, что важно в дом, не будет в доме. Пока хозяина нет. Почему? Мир просто злой. У нас замок, у нас два замка и три если ворота и собака. Чем больше, тем лучше, наверное, замки. Замков. Было и в Одессе, я вспомню, что на одну дверь было, если вспомни правильно, четыре разные замка. В квартире там, когда жил. Почему? мир злой. Тяжело жить сегодня в чистости. Телевизор. Они покажут на телевизор вещи сегодня, которые 20 лет назад они бы выбросили тебе в тюрьме. если ты старался это сделать. Наш морал нас прямо в ад. Мы мир, мир, не я, мир ближе к ходу, чем был. в тюрьме. что делать? И Проповедуем и живем, но в общем, в принципе, мы не можем делать ничего. Мир будет хуже и хуже, и дьявол будет сильнее и сильнее. Но что делать? Это пастырь, он не просто ставил его чистость в пустыне. Он искал это, он не отдал его обязанность к этой овце. Тебе тоже нельзя просто оставить твою чистость. Просто хорошо, ты потерял это раз, может быть, две, но не скажи, не дай, не оправдайся, то есть не скажи, что это просто культура, не скажи, что это Украина, как жить здесь правильно, это Украина. Не оправдайся, скажи, что я виноват, я плохой, я злой человек, и тогда твоя обязанность искать эту овцу. И как принимать это обратно со всем сердцем? И может быть, ты на сто процентов не принимаешь чисто свою обратно, может быть, обычно это то, но ты можешь что-то приобрести обратно, принимать обратно. Можно что-то, может быть, 50%, может быть, 70%, может быть, 8%, может быть, 95%, но ты можешь, может быть, все, но ты можешь что-то принимать обратно, чисто свою. Я вспомнил прошлое, назад, прошлое иногда, и слава Богу, что есть достаточно радост в прошлом, что как раз я хочу думать о месте, где я упал, Бог напоминает мне, что есть тоже хорошее, радостное место тоже. Это место, когда я был с ним. То есть этот человек, да, он потерял его овцу, но он и нашел его овцу. То есть я много ошибался в моей жизни, но лучше не думать об этом, потому что, как Павел сказал, забивая прошлое, я стремлюсь вперед. И это что тебе надо делать тоже. Если есть что-то, которое держит тебя, просто призовы, кровь Иисуса Христа, и запоминает, что ты его овца. А это что-то ему значит. И стремяем вперед. То есть это здесь первый, это первый пастыр. Он потерял овцу, его чистость, но он искал его со всем сердцем. и приобрел. Это правильное слово или нет? Да, приобрел обратно. К нему его чистость вернул, ему чистость обратно. А второй здесь, это женщина. Какая женщина, имеющая десять драхам, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, не станет вместо комнаты, искать тщательно, пока не найдет. То есть эти деньги, я не знаю, сколько это было стоило, один из них, но если она так искала, значит, что это была дорогая, дорогой монет. Это не сегодняшняя монета. И в Америке, представляешь, я, может быть, в меньшинстве, но если я вижу даже самый маленький монет, называется пенни у нас, если самый маленький, я в меньшинстве, я останавливаю и я почему я с Дойчленд? Я не знаю, немец я. Мы евреи, мы просто держим наши деньги. У вас есть такие люди называют кому-то другому? Нет? Украинцы. Украинцы, да. Мы не трогаем наши деньги. Это про Талёш ты сказал мне подобное, кажется, мне, насчет ремонта. Сделаем все, просто мы не трогаем наши деньги, чтобы сделать ремонт. Это деньги. Я, да, если есть даже самый маленький этот penny, тем больше, если это dime, 10 центов, или 25 это quarter, это просто как золото. ну, что делать, ты знаешь, что с penny есть penny, 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 1 cent, ты знаешь, что есть у нас супермаркет, нет, это магазинчик какой-то, как силпо, и во дворе с майор есть лошадь, бронзовая или металлическая лошадь, и она просто таскает так, и все, тачается так. Это стройно для детей, два года, три годники, и до сих пор, с самого начала, до сих пор это стоит один цент. И поэтому я могу найти это один цент, чтобы Кейла или Кришнянин или кто-то еще, они стоит, стоит. Радост на минуту стоит. Я ни разу видел здесь, что кто-то останавливал, чтобы за 25 копеек или 10 копеек или 5 копеек или 50 копеек. Ни разу не видел подобное. Ни разу, ни разу не видел подобное. Все подняли. Нет, я очень много монет видел. Я видел монеты на улице. Грязь. Нет лошади. Нет лошади, да. Нигде. А эта монета не такой монет. Но эта монета была настоящая драхма. Что это драхма дорогое. Драхма дорогая. И это было что-то, которое она получила во время свадьбы, пракосочетания. И у него было 10, чтобы жить, чтобы это было от папы или от кого-то я не знаю, от папы кажется мне, или от папы мужа. Да? Стоп. Да. Да. Правильно? Да. Чтобы купить эту женщину. И одна потеряла. Это деньги обозначают цены, стоимость и достоинство. И как она потеряла просто так, а как принимать эту стабильность или ценность, стоимость, как принимать это обратно? Опять она, ее стабильность, будущая, ее мечта, она потеряла 10%, уже ее мечта. Это даже хуже, чем 1%, 1% отца. Она потеряла. Как принимать обратно? Что она потеряла? И если ее безопасности, если что-то случилось внезапно? Внезапно. Как? Внезапно. И потерял машину или дом, или что-то. У нее был этот монет, чтобы можно поддерживать, купить, что ей надо. но если что-то должен взять тебе или поставить тебе, если что-то должен поставить тебе ближе к Господу, ты знаешь, что должен поставить тебе ближе к Господу? Ценность газа. Стоимость газа. Аминь. Вы просто сидите здесь, не делаете ничего, вы потеряете 10% вашей зарплаты? 20%? 40%? 90%. Как потерять 90% ноль? Нуля. Что это должен сделать? Ну, вы потеряли деньги ваши. И это должен сделать тебе, что это должен сделать, чтобы ты стал ближе к Господу. у Господа нет таких проблем, как у нас, и наши, и он просто сидит, газ поднимается еще раз, ничего не страшного, думает. Это очень хорошо, Бог думает, потому что люди больше доверят меня, чем гривны. и как этот паспастер, он нашел его овцу, со всем сердцем искал в пустыне, в темноте, и здесь, да, эта женщина, она искала, но она не только искала, но она все здесь говорится, что зажжет свечи и станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. Мести значит убирать, да, то есть это вторая здесь, что она не только искала, но она и убирала. И что тебе надо делать, если ты потерял твою стабильность, или ты потерял твою стоимость, или ценность, или достоинство жизни, тебе надо взять этот пылесос, и мне надо звать женщину мою, сказать убирай дом мой, аминь, мужа, зови девушку вашу, скажи, что все здесь хаос, почему? Она говорит, потому что ты живешь здесь, поэтому все здесь хаос. Без тебя все здесь было чисто, аминь. А я скажу, три дети, у меня три дети, и она говорит, что они все как и ты. Как найти эту монету? Надо взять этот пылесос, и надо взять этот, я не знаю, как эта штука называется, этот штук здесь, чтобы чистить здесь, и как это? пылесос, тряпка, тряпки, и мокрые, и сухие, тряпки, и надо взять все грязь и выбросить на улице на собаке, чтобы она была здоровая. И ты знаешь, что-то понимаю, что-то понимаю, это грязь в комнате. Есть этот детская комната, хороший пример. У нас эта дверь сейчас под замком, под замком, да? Ничего туда не зайдет. Аминь? Аминь. Но хотя под замком ничего туда зайдет, все равно эта комната грязная. Почему? Это просто жизнь наша. тебе не надо делать, чтобы что-то стало грязным. Это просто станется грязным. Мой дом, в принципе, будет закрыт. И если никто там не убирал, тогда это даст пыл. Пыл был высокий. Что тебе надо делать? Тебе ничего не надо делать. Грязь это просто часть жизни. и ты замечал или будешь замечать, что через время жизни, если ты ищешь что-то, ты замечаешь, что в моей жизни больше грязи, чем я думал. Больше пыл, чем я заметил. Ты будешь замечать, что да, ты знаешь, что 10 лет назад я бы не смотрел этот фильм на телевизоре, а сейчас мне это все ничего не страшно. Замечай это в своей жизни. В моей жизни были такие моменты, а в твоей тоже. Грязь просто распространяет день за днем. И что она сделала? Это говорится, что она сказала, что это опять культура, в которой я живу, она злая. нет, она сказала, что соседей, которые рядом мне, нет, она сказала, что это государство вложило на меня этот грязь, нет, не сказала подобное, она просто сказала, где мой монет, и она сама взял этой тряпки, этот пылесос, и она сама ходила и убирала. То есть, ты думаешь, что что-то не то в моей жизни, тогда что делать? убирай. Возьми эту Библию, возьми Господу, возьми в молитве, сам иди куда-то и чисти твою жизнь. Убирай. Снимай это пил от твоей жизни. люди говорят, у нас достаточно людей, они говорят, что я просто не могу. Ты можешь. Если это что-то от Бога, и Бог хочет, тогда все можешь. Как это? Крым лицам, 4 глава. так, будет укреплять тебя или не будет укреплять тебя? У тебя есть обещание от Господа или нет? есть филиппийцам 4 глава, прочитайте. И тогда прочитай и скажи, Бог, мне надо, я хочу, чтобы ты дал мне достаточно силы, чтобы все сделать, чтобы этот пил наконец-то выбросить на улице. И тогда, когда ты это делаешь, будешь понимать, что тебе надо делать это каждый день. Моя жена, она очень хорошо, очень классно убирала мой дом в прошлом году. Есть очень классно, она была на коленях, она чистила каждый дюм, каждый дюм пол, она окно сделала, и она стены все чистила, и она даже мои одежды даже чистила, и сделала весь дом вверх-вниз, низ-вверх, подвал, сарай, гараж, она сделала все чисто в прошлом году. А сегодня, если это был последний раз, когда она чистила, что был? Пил. Что тебе надо делать? Тебе надо ежедневно убирать, возьми этот пил, чтобы выбросить на улицу. Надо убирать каждый день. Поэтому Павел сказал, что каждый день я умираю. Это не было доктриналное смысл, он был спасенный, но это был практичный смысл. В доктриналном смысл он уже умер со Христом на кресте, но в практическом смысле ему надо каждый день убирать. И эта женщина, она потеряла что-то, ей надо убирать все, что там было. Нам надо убирать наши нужды. То есть я нуждаюсь я нуждаюсь новый телефон. Нет, ты не нуждаешься, тебе не нуждаюсь. Тебе не нуждаешься. Как ты? Ты, 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 вот, пятый раз. Ты не нуждаешься. мне надо осторожно, что тебе надо. Хочешь, слава Богу, дай Бог здоровый телефон и остальное. Но что тебе надо, в конце концов, в принципе. Я вспомню, что у доктора Рокмана был один раз, он купил дом, и там в доме был джакузи. И это было несколько лет назад, джакузи были что-то. Не найдешь джакузи, пока ты только в гостинице или в готелях найдешь, нашли бы джакузи. И ты знаешь, что он сделал с этим джакузи? Он сказал, закрой этот мусор, я не хочу ее. И он закрой ее с ОСБ, по-моему, или ОСБ, да, называется? Он закроет ОСБ и перестроит место, чтобы закрывать это, чтобы не... Почему? Он знал, что через время поломался бы, ему надо заплатить деньги за это вещи, просто это не нужда, убирай это от меня. Какая нужда у тебя? Ты знаешь, что... Я знаю, что все сегодня имеют телефоны, но я вспомню, когда я был в колледже, и это начался, что все начали при имени телефона. И если ты был крутой, нормальный человек, у тебя был, а я сказал, сколько денег у меня есть, и я сказал, что я хочу кушать, аминь, я хочу жить в доме, который тепло, аминь, я хочу, самое главное быть на институте, надо заплатить за это, аминь, хочу изучать Библию, хочу жить, хочу, чтобы было тепло, одежда, чтобы хоть что-то было, чтобы как наги, как детский, чтобы не шел, ребенок. Телефон, где деньги для телефона, я сказал, а я искал, я искал, и что, я не был крутой, нет денег для телефона, и что, была Библия, был институт, был дом, другие люди, они в Америке есть привычки, что ты ходишь куда-то кушать, в ресторане, здесь никто не ходит, но в Одессе есть больше людей, которые ходят, в Америке вообще больше есть, обычная семья, я не знаю, два-три раза в неделю что-то кушает, если ты работаешь особенно, где-то, ты просто едешь по Макдональдзу или что-то, я сказал, где деньги для этого, все мои друзья, они кушали там в ресторане, я сказал, ты заплатишь сколько за это, и я думаю, вау, я купил самый дешевый, дешевый, мясо, и хлеб, и сыр, чтобы жить, они все гуляли там и сюда, я не завидел их, просто денег не был, я на базар был с бабушкой, не с бабушкой, но с одной бабушкой, она продает яйца, с ней говорил чуть-чуть, и она, конечно, пожилая, но она сказала, что она сказала, что она была третьей из семей детей, и они пережили этот, пережили тяжелое время в Советском Союзе, да, в Голодном море, и она мне, вы знаете, что здесь сегодня все тяжело, и все тяжелее, и все тяжелее, и тяжелее, она мне сказала, что вы в роскоши сегодня. Вы живете в роскоши. Почему нет? Я знаю, что здесь не самый-самый, я знаю, что здесь не самый-самый, я буду лететь в Америку, и как, дай Бог, что вернусь, и я буду здесь. Первый раз на дороге я буду особенно не вижу, не чувствую, не слышу, просто будет. Вы в роскоши. Это ваши бабушки. Наши поколения, старшие нас, свидетельствуют хорошо к тебе ко мне. У нас поколение такое в Америке, они умирают слишком быстро. Новое поколение думает, что все должны мне. Вы должны мне дать, вы должны мне дать. А это старое поколение, они все сказали, что мне делать, чтобы жить. Моя обязанность, они все сказали. Бог дал мне все, Бог дает мне все, и все. Тебе надо чистить пыл от вашего дома, если ты думаешь, что все должен мне. А ты должен служить Господу. И все. Так, то есть она убирала свой дом, свою жизнь, чтобы найти эту монету третий здесь, третий, в принципе, последний, третий, четвертый здесь, это блудный сын. И человек, который потерял, был отец, отец потерял его сына. И как он потерял? Ну, его сын сказал, что я сделаю по-моему, по-своему, я иду куда хочу, когда хочу, как хочу, и он пошел. И у него было деньги в кармане, но мусор в Москве. И он пошел, и он мечтал, и он сказал, что все мое, твое мое, 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 их мое, и что случилось, и тогда в конце концов, ё-моё, спасибо, спасибо. Это был пастор Кристо. И что случилось, но мама и папа, они потеряли. Я чуть-чуть понимаю, у меня есть дети. я никогда не чувствовал такую любовь, пока не было дочь моя. Когда сразу, когда дочь появилась, я сказал, вау, какая любовь я чувствую сейчас для этого ребенка. Я не люблю твоих детей. Как я люблю моих? Моих выше ваших. Аминь. И грязнее, больше грешники и так далее, но я моих люблю, я ваши ненавижу. Аминь. Как было проповедь сегодня утром. Если ненавидишь, если ты ненавидишь этой, тогда ты не любишь меня. Так и есть. Родители любят этого сына, они любят этого сына, и все их мечта, и труда, и работа, просто все было в этом сыне. И этот сын просто сказал пока, до свидания. Он ушел. И конечно в конце концов, ну каждое утро, когда он вставал, он сказал, где мой сын? Каждый вечер последнее мнение было, что случилось с моим сыном, живой сегодня, здоровый его или нет. Почему? Потому что отец знал, наверное, об этой стране, куда пошел сын его. Он знал, что там есть. Он знал проблемы, он знал тяжелые тяжести в этом месте. И может быть, у отца были свои шрамы этого места. Замечаешь ли или нет, но у пастора Крисфор есть шрам буха. Замечал бы вы или нет, этот шрам всегда будет, всегда и был, почти. Может быть, у отца шрамы есть, свои шрамы от этого места. И он переживал, он сказал, что случается с ним. Хочу сказать, что сделал отец, чтобы приобрести обратно сын его, чтобы сын вернул его. Это пастор, со сердцем искал, эта женщина, она убирала, а отец, что он сделал? Ждал. В принципе, ничего не ждал. не сделал. Если он настоящий мужчин, настоящий муж и отец, он каждое утро хотел зайти за сына своего, взять его по шею и идти домой. Он, наверное, хотел взять его, как это называется, и помп, помпшат, шутка, и зайти за него и сказать, ты со мной, аминь. и поставим его в скамейки, в стуле, и сказать, садись и никуда не идешь. Ты мой сын, наверное, бы хотел сделать это. И но, он тоже мудрый, это отец, и он понял, что проблема это не где он, проблема уже в сердце его. и он понял, что пока он не ушел, уже была проблема в сердце, он уже ушел. Ушел, но не ушел. И он знал, что ему надо пережить, ему надо поменять его сердце, чтобы жить здесь обратно с нами. То есть нельзя просто сказать, что все, которые ушли от нас, пожалуйста, приходите обратно просто так. Это не то, тебе надо сам покаяться, чтобы прийти обратно. Что он сделал? Он сделал все, что он сделал каждый день в его жизни. Он встал и работал. Он встал каждое утро, считая просто, что здесь не написано, и он молился за своего сына. Это на 100% что он сделал. Молился за своего сына. И он утешал жену, он утешал семью, его работают, его ферма, он был хозяин, он продолжал это, он продолжал честность своих. И он думал, что если я мог вернуть его домой, если я мог, я бы пошел, но если мне надо, как это пастырь, если мне надо, чтобы я убрал этот дом, чтобы все было чисто, я бы это сделал. Но что он сделал, он просто доверя Бога, чтобы этот сын вернул его, вернул к нему. может быть люди есть разные, по-разному. Я уверен, что несколько дней тяжелее, хуже, чем других. Было наверное это мнение, может быть мне надо посылать ему деньги еще. Потому что сейчас я слышу через почту, через эту телеграмму, это было старое время, это был телеграмм, старое время, не было телефона сегодня, был телеграмм тогда, старое. Или может быть было телефона с этими проводами. По-старому было, не было как мы сегодня. Он слышал, что его деньги закончили, ему тяжело, ничего кушать, аминь. И он думал, может быть мне надо посылать ему помощь. это мой сын. Он был несколько дней такие, но он тогда, нет, он просто будет опять сделать, что он сделал. Сердце пока не менялось. Но один день, один день его сын вернулся. Один день он убежал, чтобы найти что-то, и он нашел, что ему надо, он нашел, что ему надо обратно домой идти, и он вернул домой обратно, куда он был. и это второй сын, это был третий, это второй сын, он был те же самые, что он тоже, хотя он был дома, хотя он работал, хотя он был на месте, он тоже, его сердце там не было. когда его брат пришел домой, этот сын, это второй сын, уже все, он сказал, дай Бог, чтобы он отошел опять, чтобы он не был здесь, лучше был, когда его не было. И он почти потерял этого сына, я не знаю, здесь в конце последнее слово нет написано, что случилось с этим братом. Но это первый брат, когда все закончилось, его деньги исчезли, его друзья когда они скваливались, свалили от него, он нашел себя в отдельном месте, одиноком, вот лучше, и у него была страшная болезнь, он был голоден, не было денег, не было никого заботиться, он просто нашел, что он потерян, наконец-то он нашел, что он потерян, и сначала было слишком много гордости, много гордости, сказать, что да, 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 дяди, да, папа, батон, ты правильно был, я наконец-то нашел, что я стал кем-то, который лучше не был, лучше, чтобы я не был так, как он, и ты сильно трудился, чтобы я не был таким, но я все равно стал таким, и он сказал, что у меня в конце у меня просто пусти руки, ничего, ничего нет, жил столько времени, сколько лет, и он пришел к себе, пришел к себе, когда он видел этот свинья, и он завидел, зависть, завидел, он завидел овцу, свину, свину, самое грязное, наверное, животное на планете, и он завидел его, хотел спить с ними, кушать с ними, и что случилось, он вернулся, как он вернулся, просто почему, потому что отец доверял Господа Бога, то есть у нас есть овцы, которые потерялись, и несколько вещей ты будешь потерять, и как приобрести обратно к себе, надо со всю силу и со всем сердцем надо следовать, искать, чтобы взять их домой, а эта женщина потеряла монет, что сделать, чтобы принимать, вернуть эти деньги, она потеряла ее стоимости, она потеряла его доверенность, что сделать, ей надо, чтобы убирать, чистить дома, чтобы чувствовать, чтобы была стоимость у Господа опять, чтобы ты знал, что да, Бог, ты сделал что-то в моей жизни, я чувствую, что ты сделал, я знаю, что ты сделал, это стоимость твоей жизни, ты знаешь, что ты кем-то с Господом, это третий, что блудный сын, только принимаешь сын, самое тяжелое вещи, только принимаешь, если ты потерял это, только доверяя Господу, и это четвертого, этот сын, который стал домом, он, как это блудный сын, что он пришел к концу своей жизни, и он сказал, что здесь не стою дальше, но мне надо идти домой, это было четвертое и последнее, что дай Бог помогать вас с этим, если ты потерял что-то, чтобы хоть вернуть ближе к Господу, и спасибо за внимание сегодня вечером.